ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но эту мысль в копилку мудрости следует опускать осторожно, со всякими оговорками. Почему, сейчас поймете. У нас в гостях народная, безо всяких оговорок, артистка Софико Чаурелли. Откуда деньги? Я же выпустил Алессандра. Покойник в благодарность выложил миллион лир, теперь это приданные Фьореллы. Спрячь подальше, не трать. Ни лиры. Да но ведь эти деньги принадлежат синьору Николу. Ну, конечно. Он получит их обратно из брачной корзины Фьореллы. Если женится на ней. Он женится на ней. Он просил у меня ее руки. Так почему же ты сразу не ответил да? Да потому что у меня есть достоинство. А, достоинство. А у меня? Ты родилась в Палермо? Что? Надо в мэрии запросить твое свидетельство о рождении. Зачем? Я хочу назначить еще одну свадьбу. Леонидо, ты делаешь мне предложение? У нашей дочери должны быть в порядке документы. Я люблю тебя, Валерия. Ну, так правда уходишь? Рабочий день. Так всегда. Угу. А я буду ждать тебя, Леонид. Угу. Даже если ты придешь очень поздно. Но ведь ты не придешь очень поздно, а? Не очень. Не очень. Угу. Валерия, я тебя очень прошу. Не говори соседям о нашей свадьбе. Ну, пусть все будет в интимном кругу. Мне не хочется, чтобы на свадьбе Леонида Папагатта вдруг оказался случайный гость. Пусть даже из-за высшего общества. Софико Михайловна, от имени всех поклонников ваших в Украине, от имени программы «Зона ночи» я подношу вам этот букет. Поздравляем мы вас с днем рождения, да хранит вас Бог и всего вам наилучшего в жизни. Спасибо, что вы есть. Огромное спасибо. Ну, в общем-то, главная у нас беседа. Вам принадлежит замечательная фраза, во всяком случае, вам ее приписывают. При хорошей женщине и мужчина может стать человеком. Что такое хорошая женщина? Ой, это нелегкий вопрос. Что такое хорошая женщина? Да, но это не моя фраза, это фраза моей героини из фильма «Ищите женщину». Алиса Постик, это говорит, значит, Грандену, что при хорошей женщине мужчина может стать человеком. Хотя я считаю, что эта фраза, в общем-то, там, знаете, мне вот очень нравились две, вот такие два высказывания. Одно вот то, что вы сказали сейчас, и у нее есть еще одно, значит, сколько, говорит, лет этой, ну, про жену своего хозяина, тот спрашивает. Она говорит, 33, но выглядит, говорит, она на все 34. О, велика разница, значит, говорит тот. Ну, почему? Между 33 и 34 годами я прожила 10 прекрасных лет. Значит, 10 лет ей было 33. Что такое хорошая женщина? Ну, в первую очередь, хорошая женщина должна быть хорошая мать. Это в первую очередь? Это в первую очередь. Мы выясняем ценности, хит-парад ценности Софико Михайловны. Хорошая мать, хорошая жена, хороший друг. А себя вы относите к этой категории? Ну, это самое похвальство выйдет уже, значит, если я буду... Да, вопросы иезуитские, конечно. Это должны спрашивать у моих друзей, у недругов еще лучше, если есть такие. Я такая или нет. Ну, если вы спросите у моих детей, наверное, они согласятся с этим. А знаете, мужчины придумали, что женщину надо любить, а не понимать. Вы с этим согласны? Ну, то, что надо любить, я с этим согласна, конечно. Это необходимо. А вам чаще встречались мужчины, которые вас понимали или которые любили? Вы знаете, я вообще страшный однолюб. Страшный однолюб. И в этой жизни, в моей жизни были двое мужчин и оба моих мужей. Как же двое и... Двое в разное время, естественно. Двое в разное время. Однолюб, да. А, то есть предполагается какой-то. Да. Я любила двоих. Никогда в жизни у меня не было случайных, скажем, встреч там или каких-то романов. Нет. Вот я в этом смысле говорю, что я однолюб. Я любила в молодости, любила своего первого мужа очень. И потом, вот после встречи с Котей, я полюбила его и все. На этом все кончилось. А такая жизненная установка, предполагая, что у вас не было склонности к каким-то компромиссам. Наверняка, у вас одну из самых красивых женщин Советского Союза. Любили режиссеры. И наверняка вы сталкивались с какими-то предложениями, которые просто уже со своей жизненной позиции считали недостойными. Были какие-то моменты, которые ломали из-за ваших отказов карьеру? Карьеру, вашу биографию. Да нет. Не думаю. Не думаю. Вы знаете, что? Вот в этой фразе «при хорошей женщине мужчина может стать человеком» я думаю, от женщины очень многое зависит. Зависит. Она может сделать мужчину своей мечты или мужчину мужа и поставить его на педестал. И от женщины зависит, она может его совершенно уничтожить. Может уничтожить женщина и может поставить его, я не знаю, стерилистал. Я всегда считал, что там обратная последовательность, наоборот, мужчина должен ставить женщину на пьедестал. Ну, так думают мужчины, но я с ними не согласна. Нет, я думаю, что от женщины очень многое зависит, гораздо большее зависит, чем от мужчины. Если мы говорим о понимании между мужчиной и женщиной, вам, вы верите в такое понимание, что мужчина и женщина могут действительно... У вас есть замечательная фраза о том, что вам встречались только один режиссер, с которым у вас было полное взаимопонимание, это Параджанов, да? Это его касалось. Но с остальными вроде все хорошо, но понимания не было. Нет, 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 понимание было. Ну, понимание было. Вы понимаете, есть вот, ну, как вам сказать, есть хорошие дни, есть приятные дни, а есть праздники, которые очень редко бывают. И, кстати, вот в моей фразе, в моем спектакле, который я вот здесь буду играть, это по пьесе Маркеса «Любовная отповедь», там монолог женщины в день серебряной свадьбы. Вот она читает монолог женщины, монолог женщины своему мужу через 25 лет совместного... Это исповедь? Это исповедь, но не исповедь, а отповедь, потому что, ну, это в конце спектакля обнаруживается, что его уже нет. И она, значит, вот всю свою жизнь, она сейчас вот говорит, разговаривает с ним, она все ему высказывает. И там есть такая фраза. Говорят, что в жизни, говорит, момент счастья наступает, да, счастье бывает моментальным, и только тогда понимаешь о нем, когда его уже нет. Когда его уже нет. И она говорит, это неправда. Счастье всегда присутствует, если любишь. И до конца любви оно с тобой. А любовь – это все-таки счастье или все-таки боль? А что такое любовь? Что такое любовь? Это уже очень сложная вещь. Любовь – это все. Любовь – это вмещает в себя, понимаете, очень много понятий. Любовь – это радость, любовь – это боль, любовь – это ненависть, любовь – это, я не знаю… То есть это все сразу? Да, это все, это сразу есть любовь. Почему от любви до ненависти, говорят, один шаг? Один шаг, да. Потому что они соседствуют просто-напросто. Потому что вы сказали. Потому что ненавидеть можно только того, кого очень любишь. Нельзя ненавидеть того, кто тебе безразличен. А ведь правда. Да. Нельзя. Поэтому это рядом. Вот эти два понятия. Вы верите астрологам? Я верю в судьбу. Я верю в судьбу. Я верю в то, что написано, когда ты рождаешься. На твоей руке, на лбу, в крови. То есть хиромантия все-таки вам знакома? Нет. Просили когда-нибудь погадать на вашу судьбу? Нет. Нет. Я почему-то не хочу этого. Мне очень многие звонили. Знаете, вот звонят и сейчас тоже там гадалки так называемые. И говорят, что им что-то приснилось, что я должна себя беречь, что делать этого, делать то. Но я в это как-то не очень верю. То есть все равно делаете, если даже вас предупреждают, что это не надо делать. Вы делаете так, как считаете. Раза два было совпадение. Особенно вот сейчас, в конце. В конце уже, когда вот Коте было очень плохо, он два месяца мучился. А я верила почему-то, что я его спасу. Вот никто уже, знаете, вот все махнули, врачи там. А я верила в то, что я побежу, как это, я буду сильнее смерти. И я вот тогда совершила один звонок, который я никогда в жизни больше не сделаю. Я позвонила одной гадалке, вернее, предзнаменователю, вот, который, знаете, вот, она у нас есть такая в Тбилиси. Это и не астрология, и не гадание. Да-да-да-да-да, потому что то, что она говорит... Ясновидящий? Ясновидящий, вот, вот, ясновидящий. И спросила, что будет с Коте. Она мне прямо сказала, что он уже там. Физически, он, говорит, еще с тобой физически, его физика, но мысленно его мысли уже там. И его вернуть тебе не удастся, потому что ангел смерти уже стоит в дверях. Вам Коте снится? После того, как он ушел, а уже почти 4-5 месяцев. Первые два месяца он мне не снился. А потом да. Потом да. Всегда как живой. Когда я вас спрашивал о вашем отношении к астрологии, я задумывался изначально над тем, могла ли дочь легендарной Анджи Паридзе стать кем-то другим, кроме актрисы. Мог поворот судьбы иметь? Она могла стать всем, кем хочешь. И в детстве у меня страшно. Это, между прочим, раздражало, когда к нам приходили гости, приезжали. Софи Ко, ну, дочь таких родителей, значит, мать-актриса, отец режиссер. Ты, конечно, будешь актрисой. Нет, говорила я. Нет. И потом я правда себя поймала на том, что правда нет. И что мне хотелось стать, например, хирургом. Я очень хотела какое-то время стать хирургом. Это еще участие в школе. Мне почему-то... Я думала, что я могу спасать людей. То есть вас привлекала мысль спасать людей, а не... Физически спасать людей. ...резать вот этих вот лягушечек. Ну, лягушечек резать, конечно, привлекало. Тоже потому, что я резала этих лягушек. Какой-то садистический образ такой был во мне. Но все равно вот это спасение. Знаете, вот что, вот в твоих руках жизнь человека. Что ты можешь это сделать? Софи Ко Михайловна, вы однажды признавались в своих интервью, что впервые полюбили в 6 лет, и тогда выяснили, что вы очень ревнивый человек. Эта ревность с вами проходила всю жизнь, и ваше отношение к ревности, к утверждению, ревнует, значит, любит. Действительно так? Ну, я думаю, что да. Если человек безразличен... Но я вообще не ревнивое существо. То есть там в 6 лет это все и закончилось, да? Нет, это, конечно, там не закончилось, это было и дальше. Но как-то я верила моим мужьям и одному. Я верила, я доверяла. Несмотря на то, что у Коте был такое, значит, прозвище Донжуана, и он очень многих женщин любил в своей жизни и все такое. Но когда мы решили пожениться, я ему сказала, или ты мне скажешь всех, с кем ты имел дело, значит, соперников, чтобы я с ними встречалась. То есть вы ему дали задание, чтобы он все... Нет, я не задание, я поставила такие условия, это не задание. Нет, просто мы до этого, правда, мы были очень дружны во всех смыслах, очень дружны. И дружили, и мы были друг с другом, и муж, и жена, и брат, и сестра, и мать, и отец, и сын. Я не знаю, ну, все, понимаете, вот когда дружишь с человеком, я вот считаю, вот это гораздо как-то больше связывает, чем то, что называется любовь. То есть любовь у вас больше ассоциируется со страстью? Да. Да. А дружба, она просто прочнее. Нет, ну, дружба – это очень плохое слово, дружба народов, почему-то связывается. Дружба. Вот в другом отношении дружба, когда все едино. Мысли, любовь, профессия, интересы, все как-то едино. Это не считайте, что это сладкая парочка. Нет, мы с Котой всегда спорили. У нас разные вкусы бывали и по поводу спектакля, и по поводу этого. Но цель, высшая цель, конечно, одна. А вы не пытались Коте как-то больше ориентировать на театр? Я понимаю, что он много выступал, но все-таки всесоюзную популярность ему принесло именно футбол и его незабываемые просто комментарии, которые до сих пор... Это всегда, наверное, буду вспоминать, показывать. Хотя у нас Ленин говорил, что самое массовое из искусств – это кино. В общем, я футбол тоже считаю искусством. Конечно, самое массовое – это футбол. Это футбол. То есть вы не ревновали Коте к футболу, к его учению? Нет, нет, я не могла его ревновать к футболу. Наоборот, когда у нас в Тбилиси была «Динамо» наша, настоящая «Динамо», когда был футбол, я сама была болельщицей страшной. Сегодня уже нет у нас футбола, и нечего болеть. Победа над сборной России дорогого стоит. О, ну, это, я думаю, случайное явление. Что-то вирусные прогнозы делаете. Да, пока, пока. Но я надеюсь, мы надеждой... Вообще человек живет надеждой, не дай бог. А случайно так получилось, что ваша встреча, вообще ваш брак с Коте совпал с победами Тбилисского «Динамо» в Кубке Кубков? Как-то это исторически так совпадало. На каком-то подъеме таком был грузинский футбол, Давид Кипиань, ну, всех там, чевац, всех же можно вспоминать. Ну, это не специальное совпадение, это, может быть, случайное совпадение, но... Я просто думал, может, на волне какой-то эйфории такой общей вы ознакомились. Нет, нет, нет. У нас это как-то произошло в театре во время спектакля. Мы играли в одном спектакле влюбленных, это Уриэля Коста, где любит Уриэля Коста и Юдифи. В общем, любовь сценическая перешла потом в жизнь. А это не мешало вашей работе в театре? Говорят, служебные романы – это ж главное зло, в общем, для общего дела. Ну, это зависит от службы. Когда бухгалтерские романы – это одно, а актерские – это другое. В театре интрига – это нормальное дело? Естественно? В театре интрига – это такая же интрига, как и у всех профессий. Просто театральные актеры, они всем доступны, эта профессия доступна всем. Все интересуются, что происходит в театре среди актеров, потому что, ну, это профессия сама, она популярна, она… Каждый хочет, понимаете, узнать, что там со своими любимыми актерами происходит. И поэтому, а то везде одно и то же. И среди медиков, и среди бухгалтеров, и среди математиков, и среди академиков. Ну, не скажите, Софья Комихаевна, все-таки театр – это то состязание, где каждый хочет стать примой, иначе туда не идут. То есть там собираются люди, которые хотят стать генералом. К сожалению, туда идут и другие. Идут и солдаты. Идут люди, которые выносят стул, ставят стол, поправляют это самое. Я говорю об актерах. А вы могли понять таких людей? Вот вы рождались и начали шли в эту профессию. Ну, я близким своим людям, которые, вот, скажем, ко мне приходили, очень многие приходят, молодые, которые хотят стать актерами. Если я вижу, что нет той главной искорки, понимаете, вот то, что называется талант, я каждого отговариваю. Потому что вы правы в том, что в любой другой профессии можешь быть середняком. В актерской профессии или надо быть, или лучше не быть. А вы уже шли с мыслью о том, что вы будете генералом? Иначе нет смысла. Если бы вы оказались актрисой там второго, третьего плана, вы бы… А могла оказаться актрисой второго, третьего плана? Вы бы закончились театром и кино? Я думаю, что да. Да. Я человек сама очень энергичный, очень… Чисто любивый. И мне все удается как-то. Ну, удается, понимаете, за то, что я берусь. Я умею выкладывать паркет, там, делать кафель. А тот дом, который был подарен Сталином еще… Сталином? Ну, я слышал такую, есть, вашим родителям. Ну, что вы. Нет? Это такая сказка. А вы сейчас сказки о себе придумывали? Да нет, к сожалению, нет. Я все надеюсь, настанет то время, когда я начну сказки про себя придумываю, пока еще это время не настало. Нет, этот дом построен моим отцом, собственноручно он построил этот дом. В Тбилиси есть очень красивое место, Фикрисгоры, это гора Раздумья. И в свое время там был лесочек такой, куда приходили, значит, влюбленные парочки. И одной из таких парочек был мой отец и моя мать. На этом месте произошел первый поцелуй. И тогда он сказал маме, что там, где я тебя поцеловала, я тебе построю дом. И выполнил свою просьбу, свое обещание. Он построил этот дом. Отец был уникально одаренным человеком, вы знаете. Ему все вот как-то удавалось. Он был и скульптором, художником, певцом, играл на многих инструментах. А паркет умел класть? Все, он умел. Вот этот дом, в котором мы сейчас живем, и где сейчас театры, это выстроен моим отцом. Когда я вас спросил о том, насколько часто вам приходилось с журналистом подкидывать пищу просто для размышлений. Одна ваша фраза, когда вас спросили, как проходит ваш день. Вот утром я принимаю ванну из молока, а вечером душ из шампанского. Вы получили удовольствие от того, что вам удалось пошутить, а к этому отнеслись серьезно? К сожалению, удовольствие я не получила, потому что мой день совершенно другим днем является. Удовольствие я не получила, но вы понимаете, вот даже сегодня у меня было интервью. Вот брала у меня вашу газету, у вас такая есть, забыл уже, забыл название этой газеты. У нас новая газета. Да, нет, ну, одна из таких популярных газет, но... И она меня спросила, значит, про выгод всегда, как-то интересно одеваетесь, какая фирма и что, значит. Я говорю, моя собственная фирма, я сама шью себе, я все время одеваю своим, значит, мой пошив. А, неужели вы шьете? Я говорю, представьте себе, я шью. Бульвар, газета «Бульвар». Вот я вспомнилась сейчас. Софика Михайловна, я вам очень благодарен, что вы нашли время здесь у нас появиться. Я еще раз пожелаю вам всяческих успехов для того, чтобы вы были востребованы, здоровы, счастливы, насколько это возможно. Ваше определение счастья, конечно, когда оно оказывается просто, уже осознаешь. Чтобы оно вас впереди всегда ожидало. Спасибо. Огромное спасибо вам. Счастливый я, может быть, уже то, что называю я счастьем, не буду, потому что нет, как говорится, мужчины в моей жизни уже его нет, понимаете, который делал меня счастливой. Но, естественно, я не собираюсь бросать как-то... Я буду делать все для того, чтобы этот театр, который организовал Котэ, он существовал, чтобы он развивался. Мы будем, наверное, в Киеве на гастролях в октябре. И мне хочется, чтобы киевляне полюбили наш театр. Театр Верико. Театр одного актера, организованного Котэ Махарадзе, основанным Котэ Махарадзе. Театр моей тещи, как говорил Котэ Махарадзе. Да, и вошел из-за этого в книгу Гиннесса. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, у нас в гостях была Софи Котча Урель, с которой мы, надеемся, продолжим разговор в октябре. Ну, а вы оставайтесь с нами на новом канале. Это программа «Зона ночь». Мы вместе до утра. Продолжение следует...